Продают ли биткоин майнеры? Сложно ли им оставаться прибыльными? Теряют ли они активно деньги? И если так, является ли это все проблемами для биткоина и его цены? Это вопросы на уме многих криптоинвесторов. К счастью, за этой историей стоит гораздо большее, нежели, кажется, на первый взгляд. Сегодня мы пройдемся по последним новостям в индустрии майнинга и поможем вам отделить ФАД от фактов. Это видео, которое вы должны досмотреть до конца. Если вы слышали термин майнинг биткоина ранее, но не знаете, что он означает, не беспокойтесь. Мы никому не расскажем. Итак, чтобы вы наверстали, майнинг – это процесс, который защищает блокчейн биткоина. На самом деле это основная причина, по которой биткоин является самой безопасной платежной сетью на планете. Но как работает майнинг? Биткоин использует консенсус доказательства работы. Простыми словами, это означает, что майнеры биткоина вкладывают огромное количество вычислительной мощности, чтобы добавить блок к сети. Каждый блок содержит транзакции и ссылку на предыдущий блок. Это создает цепь блоков, или, как вы слышали, блокчейн. Итак, за то, что они делают эту работу, они получают награду блока, которая выплачивается в биткоинах – нативной криптовалюте блокчейна. Майнеры также зарабатывают комиссии от каждой транзакции, обработанной в этом блоке, которая тоже выплачивается в биткоинах. Вы, наверное, думаете, заработок биткоинов звучит прекрасно, где мне начать, но не так быстро. Майнинг биткоина стал гораздо сложнее, чем был. Для контекста, когда был добыт первый блок в 2009-м, вам не нужно было ничего больше, чем обычный лэптоп, чтобы заработать невероятные 50 биткоинов за блок. Это было, когда биткоин ничего не стоил, конечно же, и его раздавали на экранах, где все, что вам нужно было сделать – это пройти капчу. Не переживайте, я знаю, о чем вы думаете, потому что я думаю об этом же. Была бы у меня машина времени. В любом случае, если вы думаете о том, чтобы подобывать биткоины сегодня с лэптопом, забудьте. Сегодня майнинг происходит на специализированных машинах, которые называются интегральная схема для конкретного применения, или айсек. Они стоят тысячи долларов за штуку и используют гораздо больше энергии. Почему так? Это все сходится к сложности протокола биткоина. Каждые 2016 блоков, или примерно 14 дней, протокол сложности биткоина смотрит на тайминг между блоками, а потом настраивает сложность майнинга, чтобы убедиться в том, чтобы каждый блок в среднем добывался за 600 секунд или 10 минут. Это обеспечивает безопасность блокчейна, поскольку больше майнеров присоединяются и соревнуются друг с другом. И это помогает поддерживать красоту и ровность кривой предложения биткоина. По мере присоединения майнеров и развития оборудования, сложность увеличивается и опять падает, когда оборудование отключают. Обычно из-за финансовых давлений. Майнер зарабатывает нагладу за блок, когда он решает очень сложную математическую задачу. Настолько сложную, что этим мощным машинам приходится угадывать ответ. Каждая догадка называется хэш. И общий объем работы, который уходит на решение этой задачи, называется хэшрейт. И как вы видите из этого графика, он рос параболически, примерно с 2018-го. По мере роста хэшрейта, сложность увеличивается и становится все сложнее и сложнее майнить биткоин. И вот где майнеры начинают отключаться. Самые рациональные будут работать только пока это прибыльно, что уже годы является тревожным моментом. Это просто из-за того, что если майнинг больше не прибылен, это может вывести бесчисленное количество майнер-компаний из бизнеса. В теории это может снизить безопасность биткоина, из-за чего он станет уязвим для того, что называется атака 51%. Попросту это когда преступник скупает ресурсы, чтобы контролировать больше половины блокчейна биткоина. Это разрушит уверенность в биткоине, как в безопасной платежной сети. И скорее всего отправит биткоин на ноль и по ассоциации скорее всего весь крипторынок. На практике, тем не менее, если очень много майнеров выйдут из системы, то уровень сложности упадет очень сильно. Что привлечет новых майнеров для подключения к сети и попытки заработать награду с большим шансом. Это поможет сети работать как обычно, оставаясь децентрализованной и безопасной. Выдохнули. Теперь, когда мы понимаем основы того, как работает майнинг биткоина, есть одно основное событие, которое нужно обсудить. Халвинг биткоина. Это кое-что, что появляется каждые 210 тысяч блоков, что примерно каждые 4 года. И это снижает награду за блок в 2 раза. Помните, как мы сказали, что в 2009 добыча одного блока принесла бы вам 50 биткоинов? С того момента было 4 халвинга и последний был очень недавно, 19 апреля этого года. Это означает, что сегодня награда за блок 3,125 биткоина. Следующий халвинг произойдет в первой половине 2028, но точная дата зависит от того, когда будет добыт этот блок. Вам, наверное, интересно, если награда блока упала с 50 биткоинов всего до 3 с лишним. Приблин ли все еще майнинг? Ну, короткий ответ – да. Видите ли, всего будет 21 миллион биткоинов. И простейшая экономика говорит, что это сдерживание предложения и увеличение спроса для биткоина. Означает, что биткоин станет более ценным со временем. Другая сторона монеты, простите за каламбур, в том, что из-за того, что это событие снижает вдвое награду майнеров. Некоторым из них сложно оставаться прибыльными. Я соврал, кстати, я не сожалею о каламбуре. Простите, не простите. В любом случае, многие майнеры ожидают этой проблемы и начинают готовиться. Если мы еще раз посмотрим на хешрейт, мы увидим, что он рос с 4 квартала прошлого года, но он ушел в боковик с халвинга. Вы также заметите, что цена биткоина сделала примерно то же самое. Это корреляция, просто из-за того, что майнерам платят в биткоинах, так что хешрейт следует за ценой. Это также означает, что колебания в цене биткоина могут помочь распознать планы майнеров. Другими словами, ходлят ли они или продают. Но проще это проверить, если посмотреть на изменения в позициях майнеров, которые вы можете проверить на глазноуде. Это, кстати, не проплаченное видео, просто глазноуд владеет невероятным набором инструментов, которые могут стоить вашего времени и цены подписки. В любом случае, как вы видите, майнеры, похоже, продают уже довольно длительное время, начиная с ноября. И было всего пара коротких всплесков накопления по пути. Это было в ожидании халвинга. И, скорее всего, эта продолжительная продажа является частью причины того, почему цена биткоина с халвинга была скучной. Тем не менее, это довольно нормально для цены, не реагировать пару недель или месяцев после события, чтобы пролить больше света на то, что задумали майнеры в районе халвинга. Galaxy Digital выпустили очень полезный отчет в конце второго квартала, который очень хорошо ныряет в индустрию майнинга. Мы оставим ссылку в описании на этот отчет, если вам захочется еще покопаться после этого видео. А пока что вот короткая выжимка. Отчет объясняет, что в первом квартале хешрейт биткоина рос, пока цена биткоина росла, особенно в ожидании спотовых ETF-ов биткоина. Халвинг произошел во втором квартале вместе с запуском протокола Рунс. И это спровоцировало огромный всплеск в комиссиях транзакций биткоина, что является хорошими новостями для майнеров. К сожалению, это долго не продлилось, поскольку хайп вокруг Рунс спал, и комиссии, и хешрейт упали. Продолжение следует... Ничего не теряете. Упрощенное KYC, просто пишите имя, фамилию и все, без всяких там справок о доходах из банков и так далее. Также на фьючерсах имеются пары не только к USDT, к Тезеру, но также к биткоину, к эфиру и Солане. То есть альты торгуем друг к другу, эфир к биткоину, тон к биткоину, ребята, в связи с хайповой темой, да, сейчас. И Солана к эфиру, я не знаю, доуч к эфиру. Короче, уникальнейшие кросс-пары на бирже Pionex сейчас происходят. Короче, торопитесь успеть, количество бонусов ограничено, переходите по ссылке и регистрируйтесь. Отчет также смотрит на нынешние цены хэша. И это попросту ожидаемая ценность одного терахэша в секунду вычислительной мощности в день. Другими словами, это то, как майнеры подстраивают их уровни доходности. Отчет также объясняет, что на нынешних ценах хэша часть сети все еще прибыльна. Но всего лишь слегка будут некоторые майнеры, которые едва угоняются. И как только они учтут свои издержки, скорее всего, у этих ребят кончится наличность, и они отключатся. Особенно, если цена биткоина не начнет расти. И это несмотря на то, что они накапливали наличность или биткоин во время движения с четвертого квартала прошлого года. Тем не менее, согласно Galaxy, новые айсик-модели могут, скорее всего, сбалансировать выключенные машины. Об этом позже. В то время как существует много майнеров, которые продают биткоин, это не так по-медвежьи, как это выглядит. На самом деле, это очень далеко от этого. Это из-за того, что большинство майнеров сфокусировались на том, чтобы достать наличность, которая нужна, чтобы расширить производство. Увеличить производительность их машин. И набрать буфер наличности, чтобы заработать на будущих возможностях. Это имеет смысл. Сухой порох никогда никому не вредил. Как мы говорили ранее, с четвертого квартала прошлого года майнеры агрессивно накапливали капитал. Ожидаемый спотовый биткоин ETF дал майнерам возможность, которая им была нужна, чтобы расширить свое производство. И в первом квартале этого года с одобрением ETF публичные майнеры в общем собрали 1,8 миллиарда долларов в наличном капитале. Самое большое количество денег, собранное в любом квартале за последние три года. Невероятные 75% этого были собраны всего тремя самыми крупными майнинг-компаниями. Marathon, CleanSpark и Riot. И более пристальное рассмотрение самых крупных майнинг-компаний может дать нам представление об общем направлении того, куда направляется майнинг-индустрия. И как вы вскоре увидите, они не планируют никуда уходить. Итак, мы начнем с Marathon Digital. И это самая крупная публично торгуемая майнинг-компания со вторым, самым большим накоплением биткоинов из всех публичных компаний. MicroStrategy на первом месте, что неудивительно. И вы можете узнать больше о MicroStrategy в нашем видео, ссылка, конечно же, в описании. В любом случае, недавний фокус марафона был на построении своего резерва в биткоинах и расширении общей хэш-мощности. В марте Marathon приобрел майнинг-центр на 200 мегаватт за 87 миллионов долларов, что увеличило хэш-рейт до невероятных 50 экзохэшей в секунду. И если вы сейчас ничего не поняли, не волнуйтесь, вы не одиноки. Итак, попросту, один экзохэш – это то же самое, что один квинтиллион хэшей. Итак, 50 экзохэшей в секунду означает, что майнеры марафона выдают 50 квинтиллионов догадок к этой загадке каждую секунду. Безумные цифры. Очевидно, это требует невероятно много энергии. К счастью, марафон работает над снижением потребления энергии через недавнее партнерство с возобновляемыми источниками кинейского правительства. Плюс марафон недавно купил биткоинов примерно на 250 миллионов долларов, что увеличивает их резервы примерно до 25 тысяч биткоинов. Сео марафона также поведал, что он принял стратегию полного ходла. Тем не менее, стоит отметить, что марафон продали примерно 63% всех биткоинов, которые они намайнили в мае. Далее у нас есть Клинспарк, чей недавний фокус был на расширении деятельности посредством приобретения майнинг-площадок. Клинспарк усердно трудились, чтобы оставаться конкурентоспособными. И в январе отчет от CoinShares назвал Клинспарк, Riot и Terawolf компаниями с лучшей позицией для халвинга. К февралю Клинспарк были готовы к удвоению хэшрейта. Сео компании заявил, что Клинспарк настроен на увеличение хэшрейта, нежели на рассмотрение других методов для привлечения дохода. И в июне Клинспарк намайнил 445 биткоинов, что превысило цель хэшрейта компании. Можно с уверенностью сказать, что они идут по расписанию. В этот же месяц компания приобрела 5 майнинг-площадок в Джорджии и недавно расширилась в Уайоминг. Ожидается, что Клинспарк достигнет хэшрейта более чем в 20 экзохэши в секунду. И для еще большего развития компания приобрела Грид, еще одну большую компанию по майнингу. В отличие от марафона, Клинспарк не принял стратегию полного ходла. Но, чтобы быть до конца честными, они продали всего 2,5 биткоина в июле. Что вполне можно понять. Им нужно оплачивать издержки. И в конце концов, у нас есть Riot, который, похоже, в середине потенциального захвата их соперника BitFarms. Причины и последствия этого за границами этого видео. Но это показывает, что Riot также предпринимает усилия по расширению. Тем не менее, слегка другими способами, нежели Клинспарк. Но это не единственное приобретение Riot. В июле Riot приобрели компанию из Кентукки Блокмайнинг, что значительно увеличило общий хэшрейт Riot. В первом квартале Riot отчитались о рекордных доходах в 211 миллионов. Итак, вещи выглядели довольно хорошо, но потом Халвинг нанес финансовый удар по компании, поскольку повлиял на доходы компании примерно на 43%. И несмотря на то, что компания приобрела новые площадки, и на то, что хэшрейт увеличился на 50% в июне, Riot промахнулся с ожиданиями на второй квартал после отчета о увеличении на 340% в операционных расходах. Как бы это ни было больно, важная вещь, которую надо отсюда вынести, в том, что Riot все еще активно расширяются, нежели действуют консервативно. На самом деле, расширение деятельности – это одна вещь, которую разделяют все три компании, что дает вам довольно мощную индикацию того, куда индустрия майнинга направляется. Итак, по мере прогрессирования биткоин-майнинга прогрессирует и технология, что означает, что майнинг биткоина – это постоянно эволюционирующая среда, и она эволюционирует довольно быстро. Согласно этому отчету Galaxy Digital, который мы упоминали ранее, самое последнее поколение айсик-майнеров имеет хэшрейт, который больше, чем вдвое больше поколения до него. Galaxy также говорят, что в то время как долговой капитал майниров почти растворился, они верят, что он, скорее всего, вернется где-то по пути к середине 2025-го. Если вам интересно, что это за долговой капитал, попросту майнеры ранее структурировали свои бизнесы вокруг закладывания своих майнеров. Проблема была в том, что цены на айсик-машины очень волатильны. Когда условия для майнинга ухудшаются, айсики майнят меньше биткоина, и машины будут гораздо меньше стоить как результат. Из-за этого заемный бизнес усложняется, и сейчас он не особо пользуется спросом, но Galaxy думает, что этот рынок появится заново где-то по пути к середине 2025-го, поскольку ценность доступной мощности улетит на Луну. Индустрия майнинга биткоина также переживает конвергенцию с вычислениями высокой производительности, или HPC, и искусственным интеллектом. И то, и то может привлечь значительные возможности для биткоин-майнеров, но с некоторыми рисками. В то время как HPC звучит как технология мечты для майнеров, устойчивость HPC-моделей под вопросом. И это из-за того, что перевод существующих площадок на HPC будет стоить целое состояние. В то время как некоторые компоненты можно использовать заново, большая часть инфраструктуры должна быть заменена, и также поддержание работоспособности тоже не дешевое удовольствие. Для контекста HPC-дата-центры требуют от 8 до 10 миллионов долларов на мегаватт энергии, а биткоин-майнинг на айсиках требует от 300 до 800 тысяч долларов за мегаватт. Это невероятная разница. И если честно, для нас это не выглядит работоспособно. В это же время некоторые майнеры сейчас заглядывают в технологии искусственного интеллекта и закупают графические процессоры вместо айсиков, поскольку айсики не для искусственного интеллекта. Они потом устанавливают их на аутсорс-площадках, чтобы запустить как можно скорее, что гораздо более быстрый процесс, особенно по сравнению с построением биткоин-дата-центров. Для ясности, эти майнеры не используют искусственный интеллект, чтобы майнить биткоин. Вместо этого они отворачиваются от майнинга в сторону обработки данных искусственным интеллектом, что создает угрозу для майнинга индустрии. Вам, наверное, интересно, почему кому-то может понадобиться бросить их майнинг в пользу искусственного интеллекта. Причина довольно проста. Деньги. Это из-за того, что искусственный интеллект дал возможность майнерам зарабатывать гораздо больше денег, чем они зарабатывали от майнинга биткоинов с тем же потреблением энергии. За тот же объем электричества обработывание данных искусственным интеллектом может предложить примерно в 25% больше денег, чем майнинг. Для перспективы, один запрос в чат GPT требует в 10 раз больше энергии запроса, который происходит в гугле, что означает, что обрабатывание этой информации невероятно усложнено, чтобы вы понимали разницу между майнингом биткоина и обработкой AI данных. Учтите вот, что биткоин майнинг генерирует примерно от 17 до 20 центов за киловатт-час, в то время как вычислительные единицы Nvidia могут генерировать от 3 до 5 долларов за киловатт-час. И это разница в 17-25 раз. Исходя из логики, риск в том, что поскольку майнерам нужно апгрейдиться и заменять оборудование, чтобы оставаться конкурентоспособными, вместо этого они просто бросят блокчейн биткоина в пользу искусственного интеллекта. Но с этим есть одна большая проблема. Поскольку майнинг биткоина гораздо более гибок и несет в себе меньше риска. Это из-за того, что оборудование для майнинга можно выключить, и сложность биткоина подстроится, и те, кто будут на сети, будут ее поддерживать и получат выгоду от более высоких шансов на награду. В это же время обработка AI требует 99,9% аптайма, попросту даже небольшое заикание оборудования. Может иметь невероятные последствия на прибыльность того, кто владеет этой машиной. Совместите это с тем фактом, что искусственный интеллект также уже показывает, что ему нужно гораздо больше мощности, чем майнинг. И все больше становится очевидно, что это рискованный бизнес, у которого могут быть невероятные финансовые последствия, если что-то пойдет хоть чуть-чуть не так. Ну, будем надеяться, что так не будет. А пока что мы будем следовать за большей частью майнингов и придерживаться биткоина, который выглядит сильнее сегодня, чем когда-либо. И его сила будет только расти. Субтитры создавал DimaTorzok